хочу попробовать новый формат моей голове это выглядит так в идеале я беру одну мысль или одну тему и каратенечко ну то есть конечно же без монтажа но каратенечко то есть каратенечко я имею ввиду если меня не понесет то до 10 минут ну и вот как-то ее там раскрываю говорю все что хочу сказать таким образом видео будут чаще ну в общем такой план как пойдет не знаю давайте вот попробуем сегодня начнем с такой темы хочу рассказать про свою войну в минимализм почему почему война почему я называю это войной потому что во мне как будто борется два таких вообще кардинально противоположен то есть борется желание все-таки добиться минимализма своих вещах уменьшить максимальное количество вещей чтобы это весело меньше чтобы в общем просто я просто вспоминаю водок че еще такая мысль ну точнее как продолжу вспоминаю что прилетал в восемь лет назад четырнадцатом году я во вьетнам то есть вылетал из россии тогда впервые в азию собственно я улетал с одним рюкзаком у меня было только ручная кладь этот рюкзак и был у меня в салоне то есть я вообще багаж не сдавал и вот это для меня такой как бы пример того как это мог как это было как это может быть и я надеюсь как в каком-то виде к этому прийти вот но это так в идеале то есть опять же каком-то плане это будет экономия этого бюджета на оплате багажа ну то есть там качество по азии в этих лоукостерах ну в 20-30 долларов максимум платишь плюс к цене билета но собственно вот человек то сказать до 22 противоборствующих во мне как будто начала первое это желание минимализма а вторая это даже как это назвать такое когда ты всегда пытаешься предусмотреть все и в целом вроде бы хорошее качество но это превращается в то что я таскаю с собой какие-то вещи которые не по моему 10 минут не уложить которые мне не нужны изо дня в день из месяц и за из недели в неделю из месяца в месяц мне эти вещи не нужны но я держу таскаю с собой с мыслью о том что они не понадобятся вот в какой-то определенной ситуации но эта ситуация она может произойти там а может и не произойти может произойти там завтра а может через год и вот 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 это мне кажется ну это мне очень сильно мешает достигнуть того вот этого вот моего дзена в минимализме которыми я так стремлюсь и поскольку у меня близится переезд я просто пришел к месту эти ладно чуть-чуть вам поснимаю внешнего мира здесь судя по всему какой-то да это насос здесь я так понимаю какой-то огромный центральный бассейн в котором ну короче отсюда видимо там или вся деревня или какая-то конкретная часть качает вот первый раз здесь свернул зашел даже не знал что ну вот оказывается вот что так вот поскольку близится у меня отъезд мой собственно из индии да я начинаю снова перетряхать свои рюкзаки перебирать свои вещи и в этот раз я подошел ко всему этому с таким одним правилом если то есть я беру каждую вещь в руки то есть буквально каждую там какой-то каждый проводочек каждую херовинку каждую фитюлинку все беру вот так вот в руки и глядя на нее задаю себе один вопрос сколько раз ты использовал эту вещь за последний год и если ответ ноль тут короче если хотя бы один то еще обсудим может быть и оставим если ноль все она идет нахер выбрасывается и ну признаюсь честно когда я добрался до электроники до техники там конечно переходнички какие-то штучки они все-таки не смог я расстаться совсем то что подпадала под это правило но надо все-таки сказать что вот ну дело не в объеме то есть у меня в рюкзаке за путешествие за время путешествия по индии накопилось немало ну вот назовем это барахлом которая по сути мне нахрен не нужно ну то есть не нужно и его иметь при себе но я таскаю его ну потому что внутри страны и там да даже возьмем набор посуды пластиковой то есть какой-то момент она мне досталась там от кого-то и вот я с собой таскаю потому что переезжая по разным местам где ну по жилью там иногда полезно иметь какую-то там тару в которой можно что-то поесть вот но когда я начал перебирать все вещи оказалось что мне там этих наборов посуды человека на 4 ну как бы наверно мне одному многовато вот соответственно по объему могу примерно вот так сказать что вот просто сложно объяснить у меня три месяца назад давайте ладно издалека я видимо посмотрел на время три места назад я переехал в жилье новое готовить которого вот чтобы съезжать уже скоро и когда я переехал я разобрал вещи которые мне были нужны а вещи которые были мне не нужны остались в рюкзаке и вот этот рюкзак у стены со всеми этими вещами простоял там три месяца и я ну там ну ладно за таблеточками от головы я залезал возможно в аптечку но в остальном рюкзак не использовался в стаще вещи в нем не использовались и вот важнейшее достижение этого вот этого переезда этого отъезда в том что когда я перебирал эти вещи возьмем из четырех четвертей объема который был в этом рюкзаке три четверти я выкинул то есть там остались именно вот самые самые ценные вещи я уменьшил конкретно этот объем вот блин сколько в четыре раза вот правильно так сказать да это первое еще одна мысль которая в принципе соотносится с минимализмом о чем я еще хотел сказать что за эти вот путешествия за из-за эти года не то что по индии за последний год а в целом за достаточно за все за эти продолжительность продал короче плевать долгая подводка ни к чему я определил для себя что раньше раньше мне было не нужно то есть я понимал что ну какие-то вещи таскать с собой не нужно вот и удлинитель раньше был в списке того что не блин но это тяжелая вещь которую ты ну таскаешь за собой используешь редко но вот знаете сколько вы ли то есть я хочу к чему сказать то вот давайте попаду тоже что сказать хотел относительно что я определился с определенными вещами которые все равно надо с собой возить и вот последние по моему года 43 ладно я вожу с собой удлинитель то есть не просто там тройничок или удлинитель с одной розеткой не там такой блок на три раза три розетки провод около пяти метров не меньше ну то есть он длинный достаточно и вот этот ленте лес собой таскаю и в индии если честно говоря опять же об индии в индии это как никогда актуально потому что здесь зачастую ты заселяешься ну возьмем квартира-студия до или номер в отеле и ты заселяешься туда а там одна розетка на весь номер одна розетка и расположена она вот и входишь в квартиру в ком в номер в отель в комнату входишь и у входа справа где выключатель там или слева где выключатель для света там все выключатели выключатель от кондиот вентилятора в общем все выключатели и розетка в том числе на этой стене соответственно если телефончик хочешь зарядить то только в этой розетке если ты помимо телефончика что-то еще хочешь зарядить то извини жди пока телефончик зарядится вот соответственно компьютер тоже не подключить никуда ну если нужно розетка да в общем оказалось что в В Индии как никогда актуален удлинитель, хотя он и до этого мне пригождался. И по Азии, и во Вьетнаме, и в Малайзию я его брал, и в Таиланд. В общем, удлинитель прям оказался топ-вещью, которую я со временем понял, что без нее вообще никак. Вот. И вторая вещь, которая появилась именно здесь, в Индии у меня, и я забираю ее... Чуть не проболтался, куда лечу после Индии. Я забираю ее дальше, дальше посмотрим, понадобится она мне или нет. Это маленький электрический чайник, то есть он вот такой вот в высоту, то есть он... Я потом, может, как-нибудь покажу, просто видите, ну что, я хожу, нет у меня его с собой. Достаточно маленький, очень слабомощный, он очень медленно кипятит воду. Но он мне за полцены достался в Гималаях, когда я жил. Я его купил, такой думаю, ну вроде нужен чайник, ну потому что надо постоянно что-то кипятить, а кухни нет. Ну вот, там что-то скипятить, чайку попить, да и что там, не знаю, овсянку заварить, да даже доширак заварить. То есть что угодно, вода горячая нужна. Вот. И вот, как я в Гималаях его купил, я его сюда привез, и вот я его сегодня пользовал утром, вчера весь день, и все эти месяца до этого каждый день он фигачит для меня как важнейшая, просто важнейшая часть жизни. То есть если не на нем, то воду нужно кипятить на газу, а на газу газ, во-первых, должен быть для этого, да, плита газовая, а во-вторых, ну тратить газ на то, чтобы скипятить воду, ну если есть чайник. Ну в общем, вы поняли, я вот к этому веду. То есть получилось, что, да, удлинитель и электрический чайник это must-have в Индии, как минимум удлинитель точно. То есть если чайник там кухня, не кухня, это вопрос решаемый, то насчет удлинителя рекомендую всем подумать. В остальном же бой там, в моем минимализме этот бой идет не на жизнь, а на смерть. То есть приходится, вот например, я вещи перебираю, достаю вот эту GoPro мою, старую, на которую я раньше снимал видео. Сейчас я, конечно, ну понятно, на телефон удобнее снимать, потому что вот я телефон в кармане, достал, снял, убрал. При желании можно, блин, даже там, если надо, подрезать, монтировать и загрузить даже с телефона. Вот, ну и качество, конечно, на GoPro уже настолько хреновое, что я уже не хочу на нее снимать, потому что мне просто не нравится изображение, которое с него получается. Но сегодня, ой, сегодня, если вот в этот раз-то, когда, три назад я перебирал вещи, я достал GoPro, открывая заднюю крышку, где аккумулятор вставляется. А там вместе с аккумулятором, вокруг аккумулятора, вот так вот все уже плесенью просто. Не знаю, что мне не позволило выкинуть эту GoPro на месте. Я положил ее в пакетик, в зип-лок, положил туда два таких силиконовыми шариками, эти пакетики, которые влагу вытягивают, закрыл и убрал. Наверное, стоит сказать этой камере до свидания уже, но что-то мне... С техникой я не могу так легко расставаться, как с вещами, как относиться так же, как к одежде. Ну, все-таки это, блин, вещь, которую я столько лет проработал. И, наверное, важным, что будет последней каплей, если я включу, и она не будет работать. Ну, просто потому, что там аккумулятор испортился, например, именно прям от времени. Как вы помните, если кто-то помнит, как это было раньше, что я рассказывал, что я пытаюсь снимать на GoPro. У меня есть три аккумулятора, и эти три аккумулятора в сумме дают мне столько времени съемки, сколько давать должен один. То есть, условные 40 минут видео я буду снимать, переставляя батарейки вот так вот постоянно. Какой тут банянчик симпатичный. И просто я вот остановился на дороге такой, думаю, поляна, поляна, пройдусь, сниму, как запланировал. Вот такая история. Пишите, что думаете. Хотя, что, конечно, вам понравится еще бы. Коротко, коротко. Всего лишь 14 минут. То есть, когда я говорил 10, я закладывал 15. Ну вот давайте, если говорить о моих стандартных видео по часу полтора, а теперь уже два, я думаю, коротенькие видосики, если будут появляться, всем от этого только лучше. Но в любом случае, пишите свои мысли. Я так про минимализм просто мысль в голову пришла, и я решил сразу ее озвучить. Постараюсь так и делать. Не так, что, типа, копить эти мысли долго, ну, там, сценарий, не сценарий, неважно, но выдавать потом это в одном видео, сидя, да, попытаюсь высказывать какие-то мысли, которые появляются в моменте сразу же. Просто доставать телефон, сразу их снимать. И посмотрим, что из этого выйдет. Всем пока и с Новым Годом!